В администрации Люберец состоялось заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Руководители управления и ведомств в дистанционном режиме подвели итоги работы за отчетный период. Подробности далее. Более полутора тысяч обращений поступило на минувшей неделе в управление МВД России Люберецкое. 31 заявление от граждан стало поводом для возбуждения уголовных дел. 28 преступлений сотрудники полиции раскрыли по горячим следам. Личный состав продолжает работать в усиленном варианте несения службы по ковиду, по другим мероприятиям. Готовимся к праздникам, которые будут в воскресенье Троица. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги 43 раза. 9 вызовов было связано с возгораниями. Большинство пожаров произошло на территории городского округа Люберцы. В результате них никто не пострадал. Личный состав осуществляет дежурство в режиме повышенной готовности. Каких-либо других происшествий нет. Первые этажи многоквартирных домов продолжают обрабатывать дезинфицирующими растворами. Исполнение этих мер под контролем госжилинспекции и управления ЖКХ городского округа. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки мест общего пользования и дезинфекции. В целях улучшения качества проводимой дезинфекции и уборки подъездов осуществляются выездные проверки. Дезинфекцию спортивных и детских площадок тоже никто не отменял. Каждый день общественные места округа подвергаются тщательной обработке. Тем временем в Люберцах продолжаются работы по благоустройству территорий. За прошедшую неделю управляющими подрядными организациями проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 98 единиц спецтехники, задействованы 995 человек. Ещё один вопрос, который сейчас находится под особым контролем – работа Центра занятости населения. По словам директора учреждения, на сегодняшний день на учёте по безработице стоит около 7 тысяч жителей округа. Более 5 тысяч человек получают пособия.